всем привет в эфире программа диана скажи и здесь мы не только обсуждаем вопросы актуальны на сегодняшний день но и находим на них ответы ведь это основная цель нашей программы любой человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с такой ситуации когда необходимо знать точно к примеру как воспользоваться господдержкой молодой семье или как законно продать ипотечную квартиру да и вообще возможно ли это и как показывает практика особенно часто возникают вопросы о социальных выплатах о них мы периодически рассказываем в наших эфирах признаюсь я столько полезной информации узнала пока искала для вас ответы хочется скорее поделиться ею и с вами думал пора начинать ну здравствуйте благодарю за возможность задать вопрос меня зовут алла от соседей узнала что можно получить субсидию на улучшение жилищных условий а толком как работает программа никто сказать не может все знают только по слухам поняла что поучаствовать могут только молодые семьи к примеру нам супругом по 29 лет один ребенок не знаю подходим ли мы под критерии не могли бы вы рассказать нам подробнее об этом да действительно это частый вопрос поскольку многие молодые семьи в россии к началу совместной жизни не успевают обзавестись собственным жильем для них предусмотрены меры господдержки однако власти готовы помогать только семьям способным самостоятельно оплатить большую часть стоимости квартиры давайте узнаем какая семья в россии считается молодой и на какую поддержку по улучшению жилищных условий она может рассчитывать соответствии с правилами и условиями программы молодой семьи считаются супружеская пара с детьми либо без детей либо одинокие родители также условием программы обязательным считается предельный возраст то есть 35 полных лет это предельный возраст участия в программе кроме того обязательным критерием для участия в этой программе должна быть нуждаемость в улучшении жилищных условий то есть это либо отсутствие собственного жилья либо наличие жилья на менее 10 квадратных метров на каждого члена семьи господдержка молодых семей не подразумевает бесплатного предоставления жилья государство оплачивает лишь часть стоимости квартиры за семью средства предоставляются в виде субсидий то есть деньги государства возвращать не нужно и тут я хочу уточнить что программа действует до конца 2025 года однако ее могут продлить надеюсь так оно и будет соответственно правилами и условиями программы по поддержке молодых семей им выплачивается от 30 до 35 процентов от нормативной стоимости жилья 30 процентов выплачивается молодой семье без детей и 35 процентов выплачивается семье с детьми от нормативной стоимости алла для того чтобы встать на учет необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления в этом году мы оказали помощь 140 семьям но если бюджет федеральный по этому мероприятию будет увеличен мы сможем быстрее обеспечить граждан кроме того у некоторых граждан есть приоритетное право на выделение этой государственной помощи то есть семьи у которых три более детей они идут вне очереди также есть 30 процентная квота для граждан у которых приближается предельный возраст это тем которым вот исполняется 35 у них есть 30 процентная квота для того чтобы они не выпали с программы резюмируем для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки семья должна быть платежеспособны поскольку государство выделяет получателям 30 процентов от стоимости жилья наличие средств на доплату необходимо подтвердить например предоставить справку с работы о величине зарплат но необходимый вид подтверждающего документа лучше уточнить при подаче заявки следующая тема также связана с недвижимостью давайте прослушаем вопрос здравствуйте брали квартиру в ипотеку все хорошо не пожалели но вот теперь у нас семьи пополнение хочется простора думаем продать недвижимость и приобрести дом побольше подскажите можно ли законным способом продать ипотечное жилье да действительно покупка квартиры в ипотеку для большинства россиян сегодня является основной возможностью решения квартирного вопроса однако ипотека накладывает определенные обязательства не только по обслуживанию кредита но и по распоряжению недвижимостью мы выяснили можно ли продать ипотечную квартиру и главное как это сделать существует три схемы при которых возможно продать ипотечную квартиру на первая схема это когда собственник текущие сам находят денежные средства погашает свою ипотеку и уже не обремененную квартиру передает собственность продает уже покупателю который также и берет в ипотеку второй способ это когда покупатель предоставляет денежные средства которые по тому же предварительному договору он может передать текущему собственнику он погашает этими средствами свою ипотеку и соответственно уже передает покупателю готовое не обремененное жилье третий способ это когда покупатель берет ипотеку в том же банке где и брал собственник текущий и происходит некое перекредитование. Ипотечная квартира от одного собственника переходит к другому собственнику. Также возникают некие сложности при продаже ипотечного жилья. Это если квартира приобреталась по ипотеке, но с использованием средств материнского капитала. В этом случае необходимо даже при погашении ипотеки выделить доли несовершеннолетним, после этого уже перевести эти доли в другое жилье, и только тогда эта квартира будет возможна для продажи. Плюсом покупки ипотечной квартиры является снижение рисков мошенничества со стороны покупателя, так как большую часть денег перечисляет банк. Также кредитная организация контролирует все операции и следит за юридической стороной сделки. Однако есть и минусы. Если квартиру необходимо продать за короткий срок, то с ипотечным обременением это сделать сложно. Только на подготовку к заключению договора оценочные работы и сбор документов потребуется несколько недель. А мы переходим к третьему завершающему на сегодня вопросу. Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос. Помогаю в быту бабушке, она сама не справляется? Подскажите, пожалуйста, как можно оформить пособие по уходу за пожилыми гражданами? Да, по закону тем, кто по состоянию здоровья не могут осуществлять за собой уход, в хорошем случае помогают. Поэтому неработающие, трудоспособные граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми, имеют право на компенсационную выплату. Однако для того, чтобы получить пособие от государства, необходимо соответствовать определенным требованиям. А вот каким требованиям узнаем далее. Компенсационная выплата устанавливается инвалидам первой группы, гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также престарелым лицам, которые по заключению лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе. Под термином неработающие трудоспособные лица понимаются граждане, которые не осуществляют трудовую деятельность и не являются получателями пенсии, а также не состоят на учете в органах службы занятости. Для установления компенсационной выплаты необходимо подать заявление от ухаживающего лица, а также заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии об осуществлении за ним ухода, а также предоставить документы, удостоверяющие личность и место жительства. Если заявление подано в электронном виде, то документы, удостоверяющие личность, не истребуются. Обратиться можно в клиентскую службу по месту жительства, в многофункциональный центр, а также подать заявление в электронном виде через личный кабинет застрахованного лица, через единый портал государственных услуг. Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин обратился за ней, а также выплачивается вместе с пенсией трудоспособному гражданину. Размер ежемесячной выплаты составляет 1200 рублей. Но тут важно уточнить, что в случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение компенсационной выплаты, ухаживающее лицо обязано в течение пяти рабочих дней известить об этом уполномоченный орган. На сегодня это все. Программа «Диана, скажи!» подошла к концу. Мы ответили на все заявки. Я жду ваши вопросы по номеру 8-918-701-7041. Возможно, в следующем эфире прозвучит именно ваш вопрос.